Библейский портал экзегет.ру представляет 30 глава книги пророка Исаии. Я читаю свой перевод, Андрей Десницкий, для библейского портала экзегет. И комментирую его немножко. Ну вот, в конце 29-й говорится о том, что израильтяне, когда увидят своих детей, не придется им краснеть за этих детей. То есть, они обретут разум, получат наставление. В 29-й все сказано хорошо, но всегда бывают правила, бывают исключения. Что же будет с теми, кто поведет себя иначе? Об этом в начале 30-й. Горе мятежным детям, пророчество Господа. Замыслы свои исполняют, но это не от меня. Заключают союзы, но без моего духа. Только грех прибавляют ко греху. То есть, что же плохого заключать союзы, исполнять замыслы. В том-то и дело, что человек, и в данном случае целый народ, может создавать вот нечто хорошее в соответствии с волей Божьей. А может о Боге не помнить. И, ну, как у нас в стране там строили коммунизм, много чего построили, в том числе и хорошего. Но все это было без Бога, да, и поэтому не очень долго простояло. И, возможно, здесь даже не про исключение про тех детей, которые в будущем не придут к Господу, но про те, кто сейчас заключает союзы, исполняет свои замыслы, не оглядываясь на него, оглядываясь, естественно, на сильных соседей. Отправляются в Египет, меня не спросив, под защиту фараона прибегают, прячутся в тени Египта. Ассирия наседает с севера. Египет тоже большая и очень мощная держава, которая на юге, из которой когда-то израильтяне вышли. И вполне логично, если на вас нападает, а вы маленькая страна, на вас нападает одна большая держава, прийти к другой и попросить помощи. Но дело в том, что ни той, ни другой вы, как самоценный, самостоятельный партнер, не нужны. Либо вы пища для хищника, либо вы деталь пейзажа, на которую внимание просто обращать не будут. Ну и фараон, египетский царь, может, конечно, заключить какой-то союз и договор, но он будет исполнять его только в той мере, в которой этот договор ему самому выгоден, а не в той мере, на которую вы рассчитываете. Защита фараона обернется для вас позором. Тень Египта бесчестием. Хоть добрались в вождидах Цоана, вестники до самого Ханеса. Но это египетские градусы, туда глубоко в Египет проникли, там со многими беседовали. Не нужны вы Египту, а Богу нужны. А позорятся всякие, кто полагается на этот народ бесполезно, и ни подмоги от них, ни пользы, только позор и бесчестие. Возвещено о животных Нигева. Это пустыня на границе с Египтом, поэтому это, в общем, такие вот египетско-ориентированные животные. Конечно, символическая вещь, вряд ли это про зверушек, все-таки скорее про людей. А животных Нигева по земле печально и скудно, где львы и львицы, где гадюки и летучие змеи везут на ослах свое богатство, сокровища на горбах верблюжих, в дар тому бесполезному народу. То есть Нигев — это территория, по которой проходит караван с подарками для египетской верхушки. Но помощь от Египта ничтожна и ненадежна. Назову его недвижным рогавом. Рогав — это чудовище, которое живет в воде, вроде левиафана. Ну, то есть такая большая зверюга, мифологический, скорее, образ. Трудно понять, что это имело в виду конкретное. Какие-то киты, но в Средиземном море, в общем, с китами не очень хорошо обстоят дела, они обычно туда не заплывают. Или, может быть, действительно это чистые воды. Вот образ такой, как дракон. Почти у всех народов есть такой образ, как дракон, хотя, насколько мы знаем, драконы не водятся и не водились никогда на земле. Огнедышащие и летающие змеи. Вот, крылатые. Но, может быть, это вот как раз такой вид дракона. В любом случае, это такая огромная зверюга, которая бесполезна, которая неподвижна. Теперь ступай, напиши это на табличке, начертай это на свитке. Два основных материала для письма. Папирусный или пергаменный свиток и табличка из глины, иногда даже из камня, на которых что-то писали. Напиши это на табличке, начертай это на свитке, чтобы на будущее сохранилось, навсегда, навеки. Вот кто послушает тебя сейчас? Они заключат союз с Египтом. А ты запиши. И когда все выйдет так, как я тебе сейчас говорю, тогда ты покажешь, что ты-то был прав. Но не для того, чтобы ты был прав, а для того, чтобы действительно пророчество понималось и в других случаях как пророчество, а не как пустое сотрясение воздуха. Ибо это народ мятежный, лживые дети, дети, не желающие слушать закон Господень. Провидцам они говорят, не смейте видеть. Пророкам не прорекайте нам правды, польстите нам, прореките обман, оставьте свой путь, проще вступайте, уберите от нас святого Бога Израиля. Ой, сколько раз, сколько раз доводится слышать, когда пророчествуют, говорят, да просто даже анализируют происходящее, говорят что-то неприятное. Не смейте этого видеть, закройте глаза, не прорекайте нам правды, польстите нам, прореките обман. А если не хотите, ступайте прочь. Конечно. Зачем нужны пророки, которые говорят то, что мы не хотим слышать? На это отвечает святой Бог Израиля. За то, что вы отвергли это слово, понадеялись на силу, оперлись на обман, станет для вас этот порог стеной высокой, что расселось и вот-вот рухнет, падет внезапно, в мгновение ока, разлетится она, как глиняный горшок, разбитый со всего размаху. И среди обломков не сыщут черепка, чтобы захватить уголек из очага или воды зачерпнуть из пруда. Ну, когда глиняный горшок разбивается, да, понятно, что в обществе, где очень немного ресурсов, черепки обычно тоже используют. А как используют уголек вынуть из очага, ну, руками не возьмешь, а вот возьмешь обломок горшка, какой-то черепок глиняный, вот и зачерпнешь этот уголек, чтобы там, ну, зажечь фитиль, например, да, или положить его в другой очаг и поджечь там огонь. Или воды зачерпнуть из пруда. То есть, ну, горшок, он же такой вот кругленький, да, можно взять такой кругленький черепок, зачерпнуть и попить водички. Вот будет настолько все это разбито в куски, что вот мельчайшие только кусочки останутся, а ни одного полезного черепка не будет. Так вот, этот самый обман, вот это все то, на что вы надеялись, и станет для вас глиняным горшком разбитым вот со всего размаху, да, когда вот прямо его о камень шваркнули с усилием. Вот чем отличается вся эта красивая риторика о том, какие мы все замечательные и как нам будет хорошо, от пророчества. Вся эта красивая риторика разлетается в дребезги от малейшего соприкосновения с реальностью. Вот и все. «Ибо так говорит Владыка Господь, Святой Бог Израиля, в том спасение ваше, чтобы обратиться и успокоиться. Сила ваша в тишине и уповании, да вы сами того не хотите». То есть обратиться и успокоиться, не суетиться, а прийти к Богу и уже дальше особенно не волноваться. Говорите, верхом убежим, что ж придется вам побегать. Говорите, быстро поскачем, что ж, быстро вас погонят. То есть, ну, сами пророчествуйте себе, что вы будете спасаться куда-то. Ну, значит, будете, значит, придется. Где один погрозит, тысяча побежит. А где пять погрозят, побежите так, что останется от вас лишь шест на горе до знамена холме. Да, такая армия, которая собралась, она там укрепила свое знамя на холме, и там какой-то символический жезл, шест, вот только это и останется. И все же Господь ждет, чтобы явить вам свою милость, поднимается, чтобы вас пожалеть. Господь праведный Бог, блаженны все, кто уповает на Него. То есть только осталось обратиться, да. Народ на сегодня живущий, рыдать тебе больше не придется, он милость свою тебе явит. И когда ты заплачешь, едва услышав, тебе ответят. Вот только обратись, да. Владыка накормит себя горьким хлебом, напоит водой печали, но не скроет твои учителя, глазами своими будешь видеть учителей, и уши твои услышат, как голос позади тебя скажет. Вот путь по нему и ступай. Вот смотрите, да, то есть он напоит и накормит, это будет вода печали и горький хлеб, то есть это будет какое-то грустное событие, не будет так, что прямо вот все совершенно замечательно, все радостно, но тем не менее своими глазами будешь видеть учителей, а может быть учителя в единственном числе там неоднозначен оригинал, и главное, что будет показан путь, по которому нужно ступать. Выбросишь тогда, как нечистоты посеребренных идолов, позолоченные статуи, словно женщина тряпку послемесячных. Вот есть такие прямо очень физиологические образы, и эти самые идолы посеребренные, позолоченные, они сравниваются действительно с таким, ну прямо, что в руки взять неприятно. И скажешь им «прочь», тогда пошлет он дождь на твои семена, и урожай, который взрастит земля, будет богат и обилен, а стада твои будут пастись на просторных пастбищах, а волы и ослы, что обрабатывают твои поля, будут есть подсоленный корм, провеянный вилами и лопатой. Вилами и лопатой. То есть, вот до мельчайших деталей. Любят же животные есть соль, и у тебя будет достаточно соли, чтобы даже валам и ослам подсыпать соли в кормушку. Им же это хорошо. И на всякой горе вознесенной, на всяком холме высоком потечет вода ручьями и потоками. С одной стороны, все будет хорошо. В день великой резни, а с другой не очень, когда рухнут башни. Луна будет светить, как солнце, а солнце в семеро сильнее, словно семь дней засияют. Это уже вроде как не очень хорошо. Это что же, если в семь раз увеличить солнечный свет, просто сгорит на земле. И Господь перевяжет рану своего народа, исцелит нанесенное поражение. Вот такая череда образов, где что-то очень милое, мягкое, домашнее, урожай, эти самые валы и ослы, которые едят провеянный, просеянный корм. То есть не что попало, а для них готовят еще соли, специально с минеральными добавками. А с другой стороны, солнце вдруг в семь раз увеличивает свой свет, и великая резня. Такое ощущение, что вот у Исаии уже просто такой полет видений, у него такое количество самых разных образов, которые приходят в голову, что мы, кажется, уже начинаем утрачивать связное восприятие этого калейдоскопа образов. Но общий смысл понятен. А главное, что Господь перевяжет рану своего народа, исцелит нанесенное поражение. И, собственно, смысл всего этого вам стоит только обратиться, и все очень сильно изменится, и изменится в вашу пользу. Грядет имя Господне издалека, пылает гнев его, тяжела поступь, уста его полны негодования, язык его пожирающее пламя, дыхание его бурный поток захлестывает по горло. Вот опять-таки, смотрите, он идет как бы на помощь, чтобы исцелить, но его приход грозен. И, наверное, вот эти образы, они с разных точек зрения, они разными словами, разными метафорами передают одну и ту же идею. А пришествие Господа — это что-то страшное, это что-то такое, перед чем очень трудно устоять, и в то же время оно абсолютно вам необходимо, вам без него никуда. Вот хочется, чтобы был Господь такой маленький, ручной, чтобы исполнял поручение. Вот этого не будет. Либо вы исполняете его волю, и обращаетесь к нему, и тогда, да, он страшный, тогда, да, его приход он, ну, испепеляет. С другой стороны, вот там вы и найдете все, что нужно. Ну, либо пытаетесь сами, но я предупредил, говорит Исаи, что из этого получится. Он просеет народы сквозь сито разрушения, как, ну, вот, зерно обмолотили, там же, ну, его на земле обмолачивают, там всякие мелкие камушки, его просеивают через сито, чтобы вылучить, соответственно, зерно, вычленить его из всего остального мусора. Вот так и без конца вот этот образ разрушения, как того, что отделяет хорошее от плохого, ценное от мусора. Просеет народы сквозь сито разрушений, вложит им в рот узду, да, животному, коню, например, вкладывают в рот узду, чтобы его ввести куда надо, в рот узду, которая поведет их прочь. А у вас будут песни, как в ночь священного празднества, будут ликовать сердца, как у тех, кто идет под звуки флейт на гору Господню, к твердыне Израиля. Их он поведет, их он провеет, а у вас празднество, у вас как раз все прекрасно и празднество Богу, а не просто честь урожая. Будет слышен могучий Господа глаз, будет видно, как опустится его рука яростным гневом, пожирающим огнем, бурей, потопом, каменным градом. Голос Господни все трясет, а Сирию жезл ее паразит. Вот, наконец, он называет, собственно, ту страну, с которой у израильтян большие проблемы, которая грозит и с которой пытается справиться израильский народ. Голос Господни сотрясет, а Сирию жезл ее паразит, и всякий удар жезла, который определил и направил Господь, будет под звуки бубен и арф. Без устали разит его рука. То есть, смотрите, у вас там веселое празднество, а там Ассирия падает под какими-то другими ударами. Не вы ее победите, а вы будете веселиться, только будете с Господом. Так, кстати, оно со временем и вышло. Давно устроен погребальный костер, может быть, не костер, а просто географическое название, тофет, но это и означает погребальный костер. Есть два способа погребения основных, либо в землю закапывают, либо сжигают. Погребальный костер, приготовлен он для царя, широк он и высок, много там дров и горючих веществ, дуновение Господа запалит его, словно поток горящей серы. Вероятно, речь идет об ассирийском царе, вообще, обо всей этой империи, для которой готов погребальный костер. И остается только его Господу запалить, а ваша задача обратиться к Господу. Напомню, что критике посвящена была предыдущая глава, и там критиковалось желание найти себе союзников в Египте, желание выстроить самостоятельно свою внешнюю политику, обращаться за помощью не к Богу, а к Египту. Ну и в следующей, 31 главе, продолжится тот же самый разговор о Египте, с которым, в общем, ничего хорошего не получится. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,